Когда первый раз пришла на практику и увидела операционную, я поняла, вот она жизнь. Вот то место, где спасают людские жизни. Я должна быть там. Работаю в этом стационаре уже 16 лет. Из них 10 лет старше медицинской сестрой отделения. Операционная для меня – это жизнь. Моя работа заключается в подготовке операционной для проведения наркозов, для оперативного влечения наших пациентов. Мне их 4 операционных, и в каждую надо пройти, посмотреть, проверить, всё ли на местах, всё ли есть, всем ли обеспечены мои сёстры. Поэтому работы достаточно много. Надо организовать работу и в палате реанимации. Работа в операционной, она заключает в себе и контроль состояния пациента. Когда пациенты стабильные, то, конечно, очень спокойные. Но иногда бывают пациенты разные, и соматически крайне тяжёлые. Бывают такие операции, когда даже не присядешь на стульчик посидеть. Каждый вводный наркоз – это заглядывание смерти в глаза. И мы даже не отходим от него, всё время что-то вводим, какие-то препараты, поддерживающие его сердечную деятельность. Успеем или не успеем? У нас на всё, на всё шесть минут. Наш рабочий день зависит от того, как проходит сама операция. Иногда бывает, что это и до часу ночи, и до двух часов ночи. Мы не покидаем своего боевого поста. Когда операции затягиваются, и чувствуешь, что уже морально истощён, кажется, уже всё. Сейчас вот и ноги рухнут, и мир рухнет вместе с тобой. Выйдешь на галерею, посмотришь на наш прекрасный город в огнях, и понимаешь, вот она истинная красота Санкт-Петербурга. Уже 27 лет я живу в Санкт-Петербурге, и надеюсь, что приношу пользу ему. Я ни разу не разочаровалась в своей профессии. Не было ни одного дня, чтобы мне казалось, что это не моё. Для меня счастье – быть нужной. И когда я понимаю, что я нужна своим пациентам, когда я понимаю, что они приходят и говорят спасибо, это самая большая радость и самое большое счастье, ну, наверное, для каждого медицинского работника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!